Конечно, не только глава Росгвардии Золотов отправил внучка учиться подальше из России. На самом деле, многие дети путинской элиты с радостью учатся в самых враждебных для режима странах Запада, Великобритании и США. Кто, где и за сколько? Раскрываем секреты. Запад – главный враг России. По крайней мере, об этом Путин постоянно рассказывает. К чему приводит эта политика подливания масла в огонь? Хорошо видны и на примере Украины. Вкачивая в него нацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт. Втянуть в него другие государства. Карманные пропагандисты тоже не забывают про кремлевскую методичку. Почему ваш сын живет в Европе, а вы тут кричите, какие они плохие? Но все это – ширма для народа. Воспитывая в обычных россиянах ненависть к Западу, чиновники разного уровня обворовывают Россию и вывозят капитал в тот же самый якобы враждебный Запад. Например, бывшая жена и дочь пресс-секретаря президента, которые купили себе квартиру в Париже. Квартира, собственно, располагается в одном из самых дорогих районов Парижа. Ее площадь – 180 квадратных метров. Там есть прихожая, гостиная, 4 спальни, 3 санузла, прачечная, ну и балкон. И ведь таких в правительстве очень много. Например, Леонид Слуцкий, председатель партии ЛДПР. Его дочь любит роскошную жизнь, о чем не забывает напоминать. Вот она, вся одетая в гучи. А тут уже хвастается новыми кроссовками. Теперь показывает свою коллекцию обуви, где только одна пара стоит миллион рублей. В сентябре 2021 года, согласно расследованию журналистов Радио Свобода, Слуцкую-младшую отправили к так называемым врагам. 1 сентября дочь Слуцкого пошла в новую школу, американскую школу в Швейцарии. Приближенный к диктатору Виктор Золотов тоже отличился любовью к Западу. Его внук – типичный представитель путинской элиты. Много ездил по миру. Зимой в Куршевель, весной в Дубае, летом на Сардинию, а все оставшееся время занимал Лондон. Несколько лет назад Артема отправили учиться в престижную британскую школу. Обучение там стоит по 3 миллиона рублей в год. Напомним, Золотов – бывший охранник Путина, который за лояльность получил в свое распоряжение всю Росгвардию. Наш личный состав принимает самое активное участие в проведении военных операций, осуществляет охрану правопорядка и общественной безопасности, защиту населения от преступных посягательств и мрадерства в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований. Только на самом деле Росгвардия под руководством друга Путина умеет только бить дубинками протестующих против режима. Именно этим они и занимаются чаще всего. Дочь Константина Чуйченко, министра юстиции РФ, Анна во время войны отдыхала в Лондоне. И неудивительно, столица Британии ей хорошо знакома. Здесь она училась в одном из лучших учебных заведений мира. Сын Мизулиной-старшей, которая сенатора Томской области, Николай Мизулин учился в Оксфорде, а затем переехал в Бельгию и устроился в фирму, поддерживающую ЛГБТ-сообщество, что противоречит традиционным ценностям, которые продвигает Путин. Брак – это союз мужчины и женщины. Специалист по оболваниванию, по совместительству главный пропагандист Путина Владимир Соловьев тоже любит западные ценности. Несмотря на его истерики в сторону Запада, До полномасштабного вторжения он пропагандисту был практически вторым домом. Но в марте 2022 года из-за санкций Соловьев лишился двух своих вилл в Италии, после чего начал рассказывать в эфирах, как ему раньше жилось хорошо. Зачем это мне? Ну, я-то тут при чем? Ну, действительно, ну, казалось бы, ну, при чем тут я? Что вы ко мне все пристали? У меня была прекрасная жизнь, у меня было все хорошо. Зачем вот мне сейчас это все? Я мог ездить в Европу, у кого-то, как у меня, была там недвижимость. То есть возникает базовый вопрос, зачем мне это все? А его сын учился в Англии и работал там моделью, что подтвердил сам пропагандист. Мой сын – молодой и красивый парень модельной внешности. Он также талантливый музыкант и снимает фильмы, в том числе о православных храмах. Все это – настоящее лицо путинского режима. Обычному народу врут, вгоняют его в нищету. Но в это же время те, кто пошли на сделку с совестью, славят царя, получают за это миллионы и тихо отправляют своих детей на запад к лучшей жизни.